Всем привет, друзья! Мейржана, вайнера, который, собственно, мошенник-пирамидчик, закрыли на 10 суток, вы, наверное, это уже знаете. Казахстанских вайнеров Мейржана Турибаева и Мейрхана Шивниязова арестовали на 10 суток. Напомню, их подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой. И он начал корчить из себя активно жертву, которого бедного подставили и так далее. Написал целую тираду письмо, что из него якобы хотят выбить какие-то показания. То есть корчит из себя политическую, естественно, жертву, вокруг которого плетутся интриги. Того и, глядишь, начнёт показывать бутылки как вещественные доказательства того, что его пытали. И всё это, конечно, полная ложь. И арест Мейржана – это не необоснованный, как он говорит, а, напротив, затянули с его арестом, должны были арестовать ещё в прошлом году. Вместо этого ему Такаев вручил медали. Я считаю, Такаеву уже надо дать какие-то пояснения по этому поводу и проводить уже чистку в своих рядах, потому что это не что иное, как просто самая обыкновенная подстава. После того, как Мейржана взяли под стражу, он уплёгал заранее заготовленные видео. Очередные торги с властью. Вместо того, чтобы просто дать уже разъяснение, во время того, как он был на свободе, он всё торгуется и всё пытается какие-то оставить лазейки и показать, что у него якобы есть какой-то там козырь в рукаве для дальнейших торгов. И типа пугает ментов общественным резонансом. Долгое время я молчал. Видимо, моё молчание расценивается как признание вины. Хочу привести вам документальные факты, полностью опровергающие и предъявлено мне обвинения. Ну, давайте разберём, что же он там пояснил. Ну, точнее, как он по ушам начал катать. Компания Mudaraba Capital была основана 25 мая 2020 года. Это правда. Это сущая правда. Юридическое лицо организовано в мае 2020 года. Подтверждаю и прошу вас запомнить этот факт. Я сам вступил в эту компанию 10 ноября. Вот ответ нау. Он вступил 10 ноября 2020 года. Подтверждаю, это правда. Только это никак не оправдывает мотивов Миржана. Он бы вступил и раньше. Но он этого не сделал, потому что был праймерис от Нуратана. И Туримбаев Миржан хотел стать депутатом от партии Нуратан. 4 октября он у себя в инстаграме опубликовал заметку, что через месяц будет видно, станет он депутатом Маслихата или станет учредителем финансовой пирамиды. Прошёл месяц, и 10 ноября он стал учредителем финансовой пирамиды. А депутатом, следовательно, Маслихата он не стал. Поэтому его отмазка с датой – это просто очередное подтверждение цинизма, что он расчётливо не становился учредителем, так как прекрасно знал, что это финансовая пирамида и что может быть скандал, из-за этого он может не стать депутатом Маслихата. А также его веру в несдоказанность, и что он в итоге вступил в круг учредителей, укрепила проверка, которая не дала никаких результатов, о которой он сам и говорит. Самое главное, вот письмо агентства РК по регулированию финансового и развитию финансового рынка от 27 октября 2020 года. Обратите внимание на дату 27 октября 2020 года. Здесь уполномоченный орган агентства по финансовому регулированию предписывает полиции и департаменту экономических расследований принять меры в отношении мударба капитал и аксесс ввиду наличия признаков финансовой пирамиды. Однако и полиция, и департамент экономических расследований проигнорировали указания АФР, ограничившись формальным допросом директора того мударба Буркановым. Нержан корчит из себя жертву, якобы он вложил деньги в пирамиду и сам является потерпевшим. Вот приходит на кассу в Орде, я становлюсь вкладчиком мударба. Я кладу свои 10 миллионов тенге, которые мне по сей день не возвращены. Здесь постановление о признании меня потерпевшим. Я обращаю ваше внимание, что приходной ордер выписан от Астакс Кейзет, а не от мударабах капитал. Также на ордере нет ни подписи, ни чьих и так далее. Почему в печатном виде, мне тоже в принципе непонятно. Из чего возникает логичный вопрос, а зачем Турибаев стал учредителем мударабах капитал через полтора месяца, если он вложил деньги в Астакс Кейзет? То есть это два разных юридических лица, то есть он типа не знал про их связь, что ли, получается. В итоге он знал прекрасно про то, что два юридических лица связаны между собой договором. И, конечно, приходной ордер – это просто отмазка, которая прокатила в гарантии 24, где Турибаев также сказал, что он потерпевший. И тогда его связи с Нуратаном помогли ему отмазаться от этого. В чём, собственно, проблема сейчас? Сейчас Нуратана не существует, вот поэтому он начинает на всех бочку катить и сдавать своих друзей. Наверное, мы были лицами, которым они показывали вкладчикам, что вот смотрите по Югову, что эти ребята с нами, не переживайте. Мы как будто как приманка для них были, я так понимаю, сейчас. И Турибаев так легко сдаёт своих друзей, типа это не он, это его подставили и так далее. Якобы ни в каком сговоре он с ними не участвовал. Мне вменяет создание финансовой пирамиды в группе лиц по предварительному сговору с людьми, которым я не знаком, не знаю. На месте его друзей я бы порекомендовал с этим стукачком связи прервать. Ну, потому что странный человек, завтра он и вас подставит под какие-нибудь там пирамиды, скажет, что это вы организатор. А он к этому никакого отношения не имел. С такими людьми нужно быть очень-очень осторожным. И вместе с его женой, вот вы наблюдали эти пранки, скетчи, которые они снимали. Скетчи, точнее. И где они якобы высмеивали вот эти качества семейные. На самом деле, как оказалось, они снимали всё это время про себя. Его они, зная, что он занимается благотворительностью, зная, что он читает намаз, зная, что он такой доверчивый, они его затянули именно с этой стройкой мечети, именно с якобы какой-то благотворительной, я не знаю, какие-то дела благотворительные. После чего, вот многие спрашивают, а что там, он не мог у юриста спросить. Был там юрист, который всё чётко, грамотно обосновал ему. Были там люди, которые, там члены правления Заманбанка, председатель, понимаете? Ну, то есть такие люди, которые так рассказывали, обосновывали деятельность этой компании. Там, если бы послушали бы самих этих учредителей, самых главных, там Ураз Адлета, какой он психолог и какой он гипнотизёр, да, в этом плане. И как он умеет грамотно это всё рассказывать. Если бы вы послушали, вы бы поняли меня прекрасно, о чём я сейчас говорю. По поводу его статуса. Он и его жена постоянно говорят, что он не учредитель, а какой-то формальный участник. Что меня сделали формальным участником ТО Мударба Кэпитал. Но подождите, на документах, которые опубликовал сам Миржан, везде написано «Учредитель». Меня сделали формальным участником Мударба Кэпитал только 10 ноября. «Учредитель». Он стал участником, и они, оказывается, показывали вкладчикам его фамилию. Смотрите, кто здесь учредитель. Учредитель и участник, конечно, это разные вещи. Как бы учредитель это одно, участник это одно. Да, учредитель как раз создаёт, участник он ничего не создаёт. Миржан был участником творческой группы, понимаете? Нет учредитель. И как учредитель Миржан был обязан ознакомиться со всеми договорами и всей документацией юридического лица, а также либо переизбрать директора, либо согласиться с прошлым избранием прежнего директора. Вот учительный договор, друзья. Здесь нет моей фамилии. Исполнительный орган ТО Мударба Кэпитал является директор, у которого было право первой подписи. Но я его не назначал. Меня тогда не было. Вот приказ, подтверждающий данный факт. Стать случайно или формально учредителем в юридическом лице невозможно. Это откровенная ложь. Но если бы только его документы не подделали. Но их, очевидно, не подделывали. Он стал добровольным учредителем, следовательно, должен был ознакомиться со всеми документами. Как можно вступить в сговор с людьми, которыми ты даже не знаешь ни одной фамилии, никогда не виделся с ними? Повторяю, знать лично учредитель никого не обязан. Он обязан ознакомиться с документами, уставом, договорами и прочим. То есть, понять, куда вступает, зачем и что их объединяет. Что это за организация вообще? По логике Мейержана получается как? Если ты лично не знаешь человека, то и мошеннического сговора быть не могло. То есть, если мошенники передают друг другу документы через анимные телеканалы, источники, то они не мошенники вовсе. Получается, логика железная. Но Мейержан, естественно, прекрасно знал, кто они такие. Снимался с ними много лет. Всяких видео писали любовные послания. Друг другу в сторисах. В общем, держит нас за идиотов. Но для тех, кто не знает, кто такой Алмаз Курмангалеев, то вот он. Ты меня вытащи под залог. Ну. И мы решим вопрос. И ты наши деньги вернешь, да? Конечно. Деньги есть у тебя? Есть. Куда он делал спросить? Есть. А где они вообще? Скажи, где бабы? Вытащи. Ну, для этого я должен быть на воле. Я же тебе говорю. У меня сейчас связи не было две недели. Отлежу, мобайчик. Все. Ладно, Алмазик, на связи будь. Но я же отрезан. Все, все. Мы с тобой созвонимся чуть позже. Давай. Передай телефон. Нет, деньги есть. Деньги же есть? Есть. А также отличилась жена Мейджана Турибаева. Мы выходили с Мейджаном из магазина, и к нам подходят два сотрудника, два опера, которые говорят, мы вас задерживаем. То есть на вопрос, как это задерживаем, что случилось, они говорят, вот нам сказали в ДП полиции, что вы отказываетесь приходить на там, ну, в общем, в ДП, да? На что мы ответили, что не было никакого звонка ни Мейджану, ни мне, да, как общественному защитнику. Не было никакого звонка, какое может быть задержание вообще. Его жена поясняет, что Мейджана не знает, за что арестовали, мол, никакие повестки он не получал, и понятия не имеет, о чем идет речь. Год назад он отправлял какие-то повестки по уголовному кодексу, на мое имя отправляли по уголовному кодексу повестки, которые я до сих пор не понимаю, что это за повестки были. То есть я просто не ходила, и все. Ну, через 20 минут она тут же заявляет, что повестки действительно получали, и они их просто игнорировали. Это называется, что забыл, что соврал 20 минут назад. Это, в принципе, подчеркивает всю честность этой семейки, говорит одно, через 20 минут сама себе противоречит. Конечно, с ее слов, Мейджан ни в чем не виноват, а виноват кто-то там. Сейчас суть в том, в чем, Данил Берген, здесь нужно дойти до истины. Кто вообще крышует эти финансовые пирамиды, что так, что главных создателей, да, почему их прикрывают? Кто стоит над этим всем? Так расскажите нам, Дана и Мейджан, кто за этим стоит? Мы что ли, блять, учредители или Мейджан? Мы что ли в СИЗО сидим или Мейджан? Мы должны сидеть догадываться, значит, кто вас крышевал из КНБ? Так расскажите. Я лично убежден, что первая проверка вашей пирамиды не дала никаких результатов вот только из-за этого видео. В том году мы поздоровались на М1 Global, ночью, вы, наверное, не помните, но я с вами поздоровался. Почему я вас-то всегда помню? И после этого у меня бизнес попер, там, колбаса, рестораны, все. Рука легкая. Праймерис пошел, да, там, сейчас вот кандидат депутаты. И вчера с пирамиды поздоровался, у меня все упало. Я с вами еще раз поздоровался. Особенно меня вырубили вот эти вот отмазки про халяльность пирамиды. Мое участие в компании обусловлено искренней верой в халяльность деятельности компании Мудараба. До моего вступления Мудараба строила мечети, занималась благотворительной деятельностью. Вспоминаем начало видео. Мударабах был основан в мае 2020 года и до и ноября 2020 года. Мударабах никакой благотворительной деятельностью не занимался. Никакие мечети они точно не строили. Он искренне верил, что это халяльные инвестиции. Он искренне верил. Там были такие лозунги, как, наконец-то, мусульманам, там, да, можно работать вот так официально с госзакупками, с гостендерами, там, ну и так далее. Верующие мусульмане. Ну, давайте я напомню, какие они верующие. Миржана, миржана хадисы, да. Это не мои хадисы. Это не мои хадисы, это хадисы. Нет, ну, я говорю, ты рассказывал. Я говорю, я не говорю, что это твои хадисы. Здрасте. Давайте выйдем теперь Каспий Голд, приложение Каспий Голд. И по возможности, сколько можем. Да, давай, Дана, если там 50 тысяч дадут, ты на мостик встанешь. В халате? Нет, голые. Близко. Давай, Дана, 50 тысяч на мостик. У меня есть пакет, если 100 тысяч с трусами, 500 тысяч без трусов. Миржан, я же 500 тысяч закинул. Пусть закинул, я купленная вещь. А еще Миржан актер, продюсер и просто творец. Все вы знаете, что я являюсь режиссером, сценаристом, актером. Снимаюсь в сериалах, фильмах, юмористических сценках. И у меня все, друзья. Миржан прекрасно с самого начала знал, что эта пирамида не вступал в нее лишь по одной простой причине, что он хотел стать депутатом Маслехата и боялся, что разразится какой-то скандал, хотя там уже были проверки, и он уже был, в принципе, на грани скандала. В принципе, с его репутацией, о каком депутатстве можно говорить. Про 10 миллионов, которые он якобы туда вложил, я думаю, скорее всего, это просто фикция. Ну, отмазка в духе Гарант-24, если в прошлый раз прокатило, то и, соответственно, и в этот раз должно было прокатить. Но не получилось. В общем, ситуация довольно простая, циничная. Миржан со своей женой просто лгут и сдают своих друзей, кидают по танке, потому что их крыша Аманат, Нуратан, развалилась. И теперь есть Аманат, какие-то осколки, и никто им, собственно, помочь в должной мере, или как это обещали, не может, потому что это Казахстан, здесь все переменчиво, надо понимать, куда ты лезешь вообще. Всем удачи и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»